Доброе утро! Осваиваете новый участок или испытываете негативные эмоции от бурьяна на старом? Давайте разбираться, как можно бороться с сорной растительностью на своем дачном участке. Первый надежный, но очень тяжелый, трудозатратный способ – это механическая борьба с сорняками. Лопата, грабли, культиватор – в общем, все, что вы можете себе позволить. Второй легкий, рабочий способ, но который крайне негативно действует на накопление тяжелых металлов в почве, на окружающую среду – это внесение гербицидов. Если мы, например, почитаем в государственном реестре инструкции по внесению гербицидов, то мы увидим, что любой гербицид, а это химические соединения, которые негативно действуют на растения, они имеют срок выведения. Иными словами, если в этом году, например, мы внесем конкретный гербицид, то, к сожалению, в следующем году, возможно, у нас не будет урожая на этой земле. Если вы не собираетесь приступать к засеванию своего участка на протяжении последующих пару лет, то можете использовать гербициды, но внимательно подбирайте их по действующему веществу, читайте инструкцию и проверяйте производителей. Ведь некачественная химия – это потенциальная угроза для нашего здоровья. Менее токсичными химическими соединениями, которые можно использовать для борьбы с сорняками, являются минеральные удобрения. Например, всем известный карбамид или мочевина с содержанием азота не менее 46%. В нашем случае это Гродненский завод химических соединений. Если мы говорим про использование карбамидов в качестве гербицида, то дозировку данного минерального соединения необходимо увеличить минимум в 5 раз и на 10 литров воды добавлять хотя бы 100 грамм данного минерального соединения. Азот – это тот элемент питания, который не только способствует наращиванию вегетативной массы, но при повышенных дозах будет обжигать растения, и таким образом они погибнут. Со временем азот вымыется в более глубокие слои почвы и немного повысит плодородие. Если мы говорим о действенных биологических методах борьбы с сорняками, то, конечно, это высев седиральных культур. За сезон можно высеять минимум трижды седиральную культуру. Желательно подбирать их различных видов. Это могут быть бобовые, горох и люпин, могут быть крестоцветные, горчица и редька. Также это может быть фацелия, которая дополнительно привлечет на ваш участок опылителей. И, конечно же, самый рабочий, самый приятный и, на мой взгляд, не тяжелый способ называется сплошное мульчирование. В качестве мульчирующего материала можно использовать агроткань, агроволокно, спонбонд. Главное, чтобы плотность этих тканей была не менее 60. Также можно использовать различные картоны, которые тоже являются плотным материалом, и укрывать ими полностью землю. Мало того, что сорняки полностью погибают от того, что свет не поступает на их листья и погибает корневая система в том числе, так еще за счет сорняков идет насыщение почвы органическими соединениями. Поэтому находим коробки, свозим их на участок, закупаемся спонбондом агротканью и укрываем все, что требует укрытия. Наше утро желает, чтобы ваше настроение не испортил ни один сорняк. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok